Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в поселке Витязево. Меня зовут Юрий Озаровский. Сегодня у нас на обзоре будет гостевой дом Аристакис. В этом году его взяли под эгиду, гостевой дом Золотой Клёна, который мы снимали ранее. И теперь вы можете отдыхать здесь с тем же комфортом. Можете пользоваться столовой Золотого Клёна, ходить на пляж. Но, правда, пляж не включен в стоимость. Если кто-то хочет, за отдельную плату об этом расскажу немножечко попозже. Сейчас мы с вами посмотрим территорию, какие номера, узнаем все по ценам. Сам Золотой Клён находится немножко выше. Туда можно будет ходить еще и на анимацию. Парковочная зона здесь, перед гостевым домом. И по улице Рос можно поставить машину. Также рядышком есть платная парковка. 200 рублей в сутки с машины. Территория закрытая. Вход по магнитному ключу. С правой стороны есть ногомойка. Вот такая вот зона под виноградом для вашего отдыха. Есть мангальная зона для приготовления вкуснейших шашлычков. С левой стороны находится крытый бассейн. В доступ к бассейну как с этой стороны, так и с другой. Есть лежаки. Еще одна здесь зона отдыха. И вход именно в бассейн. Бассейн и детский, и взрослый. Так вот купаются ребята. И есть душ и туалет. Парочка лежаков. Отсюда можно пройти на второй ярус через корпус. Здесь есть еще одна детская зона. Такая машинка-дельфинчик. Батут, чтобы попрыгать. Горка для того, чтобы покататься. Ну и вот, собственно, вид на золотой клен. Фасад у гостевого дома выглядит красиво. С балясинами, со львами. Вот, в греческом стиле. На цокольном этаже имеется вот такая зона отдыха. Если вдруг плохая погода, вы сможете прийти сюда. Очень симпатично, уютно. Есть кулер с горячего дома, кроломная печь, где помыть ручки. Это прийти перекусить, прятавшись от всех. Сам вход в гостиницу. Заходим на рецепшн. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать в гостевом доме Христакис. На первом этаже имеется утюг, владельная доска, термопод и чайник. Посмотрим эконом номер. Находится он на цокольном этаже. Но здесь полноразмерное окно. И цоколь всего лишь на метр, друзья. Уходит ниже уровня земли. Здесь есть холодильник, есть кресло, как доп. места. И вот такая вот симпатичная кровать. По-моему, очень хорошо выглядит номер. Место для хранения. Вид системы. С интернетом нету. Нету балкона. Поэтому он считается эконом. Поэтому здесь есть свой санузел. Унитаз, раковина, зеркало и душевая зона. Место для хранения. На двоих этот номер стоит 2100 рублей. На троих 2400. Стоимость стартует здесь от 700 рублей в сутки в пик сезона. Сейчас мы с вами посмотрим двухместный стандарт с балконом. Здесь вот такая двуспальная кровать с красивым изголовьем. Две прикроватные тумбочки. Есть холодильник, стульчики, стол на колесиках, телевизор, сплит-система. Место для хранения с зеркалом. Одна сторона. Вторая сторона. Есть балкон. Выглядит он вот так вот. Столь. Два стульчика. Место, где подсушить вещи. И здесь вид во двор. Это санузел. Унитаз, раковина и душевая. Стоимость этого номера 2600 рублей сейчас в пик сезона. Посмотрим номер на четверых с возможностью допа. На входе есть место для хранения. Есть вот такой вот стол. Зеркало. Телевизор. Холодильник. Прикроватная тумбочка. Диван складывается, если надо. Вот такая двуспальная кровать. И еще дополнительное место. И еще одна прикроватная тумбочка. Есть также балкон. И вот стульчики на балкончике. И вид на другой гостевой дом. Место для хранения. Вторая половинка. Санузел здесь выглядит вот так. Довольно-таки просторный. Унитаз, раковина, зеркало и душевая. Стоимость проживания в этом номере на четверг 3 300. Если еще доп на пятого человека, то 3 600. Смотрим с вами трехместный номер. Есть место для хранения. Кроватка и двуспальная кровать. Прикроватная тумбочка. Телевизор. Холодильник. Сплит-система. И картина с лошадкой. Номер выглядит довольно-таки уютно. Место для хранения. Вторая сторона. Санузел. Раковина, зеркало, душевая и унитаз. Балкон. Есть стол, два стула. Место, где посушить ваши вещи. И вид на территорию отеля. Стоимость проживания в данном номере 3 100 рублей. Для того, чтобы воспользоваться пляжем, стоимость услуги будет 250 рублей. В нее входят собственный лежак, душ, туалет и надуважки для детей бесплатно. Раньше гостевой дом работал под управлением других людей. И вот в этом году впервые работает именно от Золотого Клена. Здесь до моря примерно 600 метров. Пляж пойдем по улице Светлой. Время, затраченное на путь, в районе 10 минут. Буквально шаг, дорогие друзья, мы находимся уже на Южном проспекте. Если пройти вот туда два гостевых дома, с левой стороны будет здесь магазин «Магнит». Куча шашлыков, выпечки, развлечений. Все, что хотите, здесь есть. Пройти на море можно через параллели. Возле колеса обозрения есть проход. Мы же с вами пойдем по улице Светлой, чтобы зацепить и пляж, на котором вы можете размещаться. Ходит маршрутка 114-128, на которой вы можете уехать в сторону Анапы. Цены на столовые в Золотом Клене можете посмотреть как раз-таки в их обзоре. Здесь пекальный гастроном, делают роллы, ребята, шаурма, лепешки пекут. Все, опять-таки, в шаговой доступности. С той стороны находится магазин «Магнит». Шашлык ждет вас также здесь, в сельскохозяйственной ярмарке находится. Ребята говорят о том, что работают честно, можете проходить, проверять их весы. И сегодня на обзоре у нас будет столовая «Марсель». Людей здесь много и постоянно у них стоят очереди. Что говорит о хорошем качестве. Ну и, в принципе, отзывы о «Марселе» всегда очень хорошие. По ценникам можете увидеть, ребята, что почем. Ну, надеюсь, что получилось вам увеличить и понадобенно украинские. Допустим, супчик лапша стоит 70 рублей. По салатикам смотрим. Шашлык готовят. Учок тоже хвалят и котлетки. Ну, в принципе, все, что здесь есть. Я думаю, очереди говорят сами за себя. Вкусно и популярно, друзья, здесь все. Да? Хорошего отдыха. Это приятно. И здесь тоже разнообразные блюда. Гарниры. То есть, ребята, что здесь свеженькое с пылу жарю. Также есть у ребят своя выпечка разнообразная. Пишите отзывы от столовой. До моря здесь остается совершенно чуть-чуть. Помидорки по 90, ежевика 250, малина 250 и 350. Это все цены золотки. Клубника по 250. Инджир 350, стаканчик клубники 140, 150. Голубника и по 100, если по 150. 50 есть еще. Малина и по 90, стаканчики земляни и кукуруза по 50 рублей. Столовая еще одна есть. Прямо интересно, что где можно покушать. Здесь обещают больше на конкурселя за 160 рублей. Их полимся на пересечении улицы Серебряной и улицы Светлой. Здесь такая вот зона отдыха начинается. Здесь много разных магазинчиков. Идет расширение. Фонтанчик. Народ, прошу, не мойте ноги. Я зря вас этому научил, потому что забивается очень быстро фонтан. Просто прийти вот так покайфовать будет очень круто. Здравствуйте, как вас зовут? Сергей, Надежда. Город? Челябинск. Ребят, хорошего вам отдыха. Спасибо, что смотрите. Клево наблюдать за всей жизнью, которая тут протекает. Люди идут на отдыхе. Все-таки позитивно, все очень хорошо. Мы выходим на площадь перед аквапарком Олимпия. И все, мы считаете, на пляже. Работает фонтанчик. Все по кайфу. И нас впереди ждет только песочек на дюнах. Настил практически полностью до пляжной территории. Хорошего отдыха вам. Ребята, предлагают тут бижутерию. Говорят, пожалуйста, расскажи о нас. Хорошая? Не облазит? Нет, нет. Это медицинский клава. Турецкая. Отлично. А вот сам такую же нашу? Да, вот она, нашей уже второй год наш. Если кто-то у них покупал, напишите тоже ваши отзывы. В ассортименте есть все принадлежности и украшения. Как и мужские, так и женские, так и для детей. Сейчас свернем на дюну. Пойдем полетаем. А потом доберемся уже до моря. Когда-то здесь на дюнах начиналась моя вообще карьера фотографа. Вот там я фотографировал. Давно это было, давно. Температура воздуха 30,8. Хочется вам показать все саты птичьего полета, как пройти сюда на пляж. То есть мы проходим мимо аквапарка, чуть по прямой. И возле памариновского пляжа сворачиваем направо. Ну, и несколько шагов. То есть оттуда, как я показывал, пролет проходите сюда и выходите на пляж. Вам дают жетончики, которые вы покупаете. И можете здесь пользоваться душем, лежаками, туалетом, надуважками. Смотрите, вот такая стеневая детская игровая зона. Детки развлекаются. То есть очень даже хороший пляж. Ну и, конечно, самое важное это туалеты. Лежаков можете увидеть, что хватает на всех. И какой-то раке заместить нету. Так что будет вполне себе отличный отдых. Если вы будете покупать отдельно, здесь лежаки по 300 рублей. Плюс туалет 30 рублей. Ну, плюс-плюс-плюс. Душ там 30 рублей. Мне кажется, очень выгодное предложение. Выходим на общую территорию пляжей. Сегодня здесь также немноголюдно по сравнению слева и справа. Потому что до сюда люди просто по-сному не доходят. Я вам советую, глубоко не заходите. Приходите, купайтесь и наслаждайтесь. Морюшку привет огромный. Температура воздуха возле моря 28,6. Пролетим немножко нашими пляжами. От пирса до конца пляжа Комарин. И посмотрим, как люди купаются в шторм. КИТОЙ ЧИТОily. МОТКИИ. ПОДИСМнибудь. Я запов晚上 похожеaceutical. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Can you feel my heartbeat? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok